Зачем это отравляешь себя? Это не надо делать. Наше тело называется храмом Божьим. И кто его разрушит, Господь говорит, покараю того. Мы не себе принадлежим, а Богу. Вот у вас, если в доме нет этой книги, вот, постарайтесь достать. Это свет, это жизнь и благоухание. Все в ней. Это Божье откровение, Святая Библия. Рассказывает, как Христос умер за нас и воскрес. И поэтому, какой бы ты ни был, проси прощения и обещания никогда не делай. Да не дымит ты доминная печь Череповецкого комбината. Слушай внимательно. Тогда человек перед Богом получает духовное рождение и живет уже для Бога по-другому. Другой формат, все по-другому. У нас ни одной женщины нет, чтобы курили или без платка были. Мы христиане, у нас очень строго все. А это где здесь? Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Я вас услышала хорошо. У меня своя правда, у вас своя правда. Если вы зайдете на сайт, скайп, скайп, в скайп Игнатий Лапкин, вы сразу найдете меня. Я вам сбросил бы огромные материалы. У нас очень большой ютуб. У меня своя вера. А какая же это у вас вера? Не христианская? Вы христианка? Старославянская. Старославная христианка. Старославянская. Это что-то новое старославянское. Это есть староверы, старобрядцы. Староверы, которые были православные до христианка. Вы, может быть, называете новоязычником, новоязычество, а не тоже себя староверами. Старое. Ну, вы тогда молитвы знаете. С чем разнился Никона от Авакума? Кого? Реформа в каком году была? Старый обряд остался отдельно. В 800-м. Не знаете, в 1656-м. Нет, в 1800-м. Всего 100 лет прошло с момента рождения христианства. На самом деле. В буквальном смысле слова. Все, что говорят, то, что раньше было, это все сфальсифицировано. В 1800-м году вообще ничего не было, никакого события. А вот как князь Владимир крестил... Все это произошло за 100 лет. В буквальном смысле слова. Все это сфальсифицировано. Вся история сфальсифицирована. Вы в церковь ходите, нет? Нет. Не ходите, да. И у вас Библии дома нету? Нету. Но это не значит, что я не уважаю какой-то... Да как уважать, если вы не верите? Вот если врач настоящий, он шарлатану уважать не может. Я вам еще раз говорю, то, что я другой верой, это не значит, что я не уважаю другие религии. Просто я не религиозна, у меня есть твоя вера, а религия и вера это разные... Не ждал видеть. Ты еще не знаешь, с чем я пришел к вам? С чем? А это место разврата должно осветиться словом истины. В смысле, блядь? Чтобы жили для Бога, не блудничали здесь. Всемирную свалку разврата устроили здесь. Курят, блудят, рукоблудят. Здоровые мужики, половина голая. Страна задыхается, а они в это время устроили здесь свалку. За время перестройки 120 миллионов абортов сделали в России. Страна еще... А сейчас сколько? Вы знаете, что в стране только один глава администрации сумел прекратить это безумное убийство детей? Фамилия его. Я знаю где примерно. Это, скорее всего, Алтайский край. Не скорее всего. Это сделал Рамзан Ахматович Кадыров. Ах ты за Кадыров один. Я тебя понял. Вот пример какой подает нам. А он мусульманин. Нам, христианам, должно быть стыдно. Я тоже мусульманин. Ну вот мусульманин. Я разъезжал по миссионерской поездке, мы ездили. У меня 38 томов вышло, книг. И повезли по всем с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. И у него там были. И у меня благодарность от него есть. А ты герой России. Мы пришли сказать о великой милости Божией, что Господь послал на землю Сына Единородного Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Пролил кровь, чтобы мы жили для Бога. Покаялись. Прекратили безобразничать. Где-то у тебя дети есть. Вы сейчас не об этом разговариваете. Я пришел как врач в больницу. Молодец. А вот эти дети. Не, на самом деле сейчас это... Извините, можно я скажу, да? Это вот сейчас единственный раз ты пришел не как дед в больницу, а... Он пришел в больницу. Ты пришел как... Вот мимо проходил и увидел своих людей. И дальше пошел. Понимаешь? Что-то такая, знаешь, какая, смотри. Тут ребята такие, которые... Мы служим в армии. Оба. И прекрасно понимаем, все это каждый день видим сами своими глазами, да? И ошибки делает каждый человек. Поэтому человек, он и есть человек. Ну, вон в Забайкальском округе Равин Шамсугинов. Восемь человек отправил. За что? Они над ним издевались. А сейчас начинают их защищать. И они за то, чтобы убивали. Ну, нельзя же так. Насиловали, обещали бы эту ночь его изнасиловать. Да где? Откуда у тебя вообще доступ? Да зачем мы это обсуждали? Это такие вещи нельзя обсуждать. Не надо. Мы не имеем права даже это обсуждать. А если ты говоришь, что ты там с Рамзаном Кадыровым, да, общался, или там что-то с Путиным, и говоришь, что там сейчас что-то не то, что было раньше, да? Да зависит все не от нас. Почему раньше, когда мама моя и папа отдыхали, веселились и учились, и чему-то новому знакомились, да? Во всем, что это делало, способствовало правительство наше, вообще весь мир, государственный строй, и вся политика, которая строилась вокруг нас всех. А теперь что? Что у нас есть? У нас есть Медведев, который спит на заседании, да? У нас есть Путин, который мы не знаем, Путин ли он вообще, да? Хоть, ну, ваш друг, наверное, может быть, да? А мой вообще, я как военный, это мой верховный главнокомандующий, да? И Песков, который сейчас самый богатый человек в России. О чем говорить? О тех людях, которые сейчас там что-то приворовали, или о чем не доели в обед? Только просьба не ругаться, чтобы ни одного плохого слова не слышал больше. Не будешь, и ты не услышишь никогда. Так вот, смотрите, я скажу о моей биографии. У нас отец вернулся с фронта, вот так вот у него руки не было. И нас в семье 10 детей, 5 мальчишек, 5 девчонок. На двоих с отцом и матерью полкласса не было образования. И ни одного больного ребенка нету, жили в страшной бедности. Но правителей они никогда не ругали. Я не теоретик, практик. Какие не будут ругать? Я еще хочу сказать. Конкретно, послушайте, послушайте. Я на ваши слова теперь отвечаю. Смотрите, не Путин виноват-то. Мы сами виноваты. Что такое Путин у нас? Да не виноват-то Путин. Виноват не один человек. Виноват-то правительство. Почему, когда было свержение Николая II, кто был виноват? Те, кто свержили Николая II. Это было временное правительство. Кто свержил правительство временное? Рабоче-христианское движение. Кто свержил, допустим, кто последний ушел в Америке? Так вот, смотри. Смотрите, я из истории вам расскажу случай один. В Греции, это в то время Римская империя, внезапно доброго царя Маврикия сбросил полковник Фока. И в стране устроил такое, что как вот Ленин пришел, расстрелы, расстрелы, расстрелы. И один праведник молился в пустыне, Господи, за что ты дал такого правителя? И Бог ответил, дал бы хуже, но не нашлось за ваши дела. Долго я искал, кого поставить над вами. Вот поэтому у нас и Ленин, и все остальные правители. Это по нашим грехам, и мы должны Бога благодарить, а не роптать. Так я тоже считаю так. Да, вот правильно. Я так считаю. Да. Мы заслужили это, и посадил Бог нам на голову. Да, мы не заслужили, это просто, блядь, был наш пик, понимаете? Только не ругаться, я сказал. Это был наш пик. Почему все родители наши? Так, подождите, подождите. Вы не можете не ругаться, у вас слова прям вылетают. Мы сейчас расстаемся, я вам ключ отдам. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Если вы зарядите в скайпе Игнатий Лапкин, вы выйдите на меня. Я вам сброшу наши ресурсы, если желаете. Это Ютуб. У меня в Ютубе 17 400 роликов. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. А где находится? Алтайский край, город Барнавул. Дальше. Я начальник детского лагеря, сам основал его детского лагеря. Практически 45 лет его бессменным хозяином был. Тысячи детей, ни рубля от государства нет. И что я должен делать? А ничего, работать. Народ не образован. Я одновременно веду занятия в пяти университетах. 13 школ. И все это бесплатно. Бесплатно. Идите, я вас перебью. А преподаватели вам не нужны? Учителя? Нет, не нужны. У нас хватает учителей. У меня жена учительница. Так вот, какое дело. Посмотрите. Вот возвращается, когда... Ой, преступность захватила, преступность захватила. А что ты сделал? Ничего. А меня за то, что я слово Божие распространял, насчитал еще архипелагу лаг, меня посадили. Я пять тюрем прошел. И поэтому я работаю, не работаю, а помогаю местным в тюрьме. А тут 3700 сидит в тюрьме. Бывший монастырь. Монахинь вывели, расстреляли всех под забором. Я хожу и помогаю им. Помогаю этим людям, чтобы они были другими. Несу литературу, выступаю по рации, ходатайствую за них. Вот конкретно. Вопросы. Вот вопрос, давай. Что нужно делать? Вот что делать? Вот любое дело, которое... Земля пустеет. 21 тысяча селений уничтожены. 10 тысяч на ладан дышат. Один-два человека. Мы взяли участок, зарегистрировались, и с нуля начали строить. Строим. Храм построили. С нуля. Ни рубля государство не дало. Строим школу государственную. Дороги восстанавливаем. Шесть прудов за свой счет. То есть скотину делаем. Я уже понял. Я уже могу ответить. Повтори. Я должен ответить, что это надо делать, да? Да. Да. Что делать? Я когда здесь захожу, показываю, как показал вам, я говорю, жить надо, потому как Господь дал нам право и обязанность покаяться. Мне... Я мусульманин. Я говорю, ты, может быть, эту книгу признаешь? Читай, что написано. Там написано, разве делать зло, материться? Не написано. Там написано, что будет суд Божий. У нас одинаково написано, что Господь призывает, чтобы люди были добрыми. Но у нас переродится во Христа. Искупитель есть. Я знаю. Вот у нас, знаете, в церкви, у нас мы отдельно построили свой храм. У нас женщина одетая, как в хиджабе. Два платка. Платье до полу. На наших девушек посмотри. Это вообще невинная красота. Господь как дает. Это мы все с нуля делаем сами. Вот этими руками. Мне не давали работать. Я прораб. Меня направили в органы МВД. После армии я обратился окончательно к Богу. Меня нигде не принимают. Я стал работать печеньком 40 лет. Сотни, а то может тысячи печей. 300 выработка процентов, 280-300 была. И ничего нет. Мне 81 год. Я еще ни одной таблетки не съел. Можно вопрос? Можно. Вы знаете, какое у вас нравоучение? Что вы хотите? Мы православные христиане. Мы проповедуем о Христе. Который умер за нас и воскрес. Чтоб жили для Бога. Я православный христианин. Да, а кроме этого что-нибудь еще делаете? 81 год. И я каждый день сижу в интернете 14-16 часов. У меня две голубяти. 81-й год. Куда? На работу я? Помогает? Я отработал. Помогает? Где нужно, помогаем и в деревне строим. И все, я своими руками помогаю. Кроме того, старосты деревенств, вот это община у нас. Я так понял, самая главная цель это привести христианство народу, да? Да, чтобы люди жили истинно. Не просто в церковь пришел деньги платить. У нас в церкви деньги вообще не именуются. Ни с тарелкой не ходят. Я понял. И за крещение ни за что у нас не платится. Включили десятину. Все. Вот смотри, что у меня есть. Они с 800-го года. Так, не видно ничего. Ничего не видно. Вон смотри, иконы у меня какие. А, вон как. Ну, ну. Они с 800-го года. Мне в бульку, что будешь пестерить. Так, понятно. Деда, кем занимаешься-то вообще? Мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи и воскресли нашего оправдания. И людям говорим, чтобы ходили в храм к батюшке, исповедовались и веровали как положено, потому что без пролития крови нет прощения грехов. А Иисус пролил кровь за нас. Деда, ты давай меня в креста не убал, что-то плохо у вас слышно. Ладно, ничего не слышно. Ладно, до свидания тогда.